Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Голсар 26 продолжает рассказ о путешествии на Лазурный берег Франции. Это третий рассказ из истории Франции, посвященный Каролингам в борьбе с викингами. Карл Мардель, который остановил вторжение Мавра в христианскую Европу, основал еще одну династию, так называемую Каролингов. Первый этот король, Каролинский, звали его Пипин Короткий. Ну, а потом сын Пипина Короткого появился Карл Великий, дорогие друзья. При Карле Великом наступает расцвет всего франкского королевства. Огромные земельные приобретения. Ведущая Франция разрослась неимоверно. Ну, умер Карл Великий, и его сын Людовик Благочестивый вынужден был разделить опять королевство на несколько частей. Вот как раз одному из наследников, Карлу Лысому, и досталось в управление территория, скажем так, современной Франции. Ну, а собственно Францией стали называть это государство в 10 веке. А и с 9 века французское государство подвергалось массовым набегам, набегам викингов со скандинавских стран. Помните, выход? В 1886 году викинги даже осадили Париж. Он находится в сердце страны. Так далеко зашли они от морских берегов. Наступил такой период феодальной раздробленности по 10 веку. Государство поделилось, раздробилось на мелкие княжества и графства. Сами викинги основали свое собственное государство Нормандию на севере страны.